Большинство людей большую часть времени думают непроизвольно, автоматически. И мысли их всё время повторяются. Это просто мысленный шум. Фоновые помехи в голове не служащие никакой цели. Строго говоря, вы не думаете. Думание происходит само собой. Утверждение «я думаю» подразумевает волевой акт. Оно подразумевает, что от вас что-то зависит, что вы делаете что-то по своему выбору. Но для большинства людей это пока ещё не так. Я думаю такое же ложное заявление, как я перевариваю пищу или я управляю своим кровообращением. Пищеварение происходит само собой. Кровообращение происходит само собой. И образование мыслей тоже происходит само собой. Голос в голове живёт своей собственной жизнью. Большинство людей находятся во власти этого голоса. Они одержимы мыслью, умом. А так как ум обусловлен прошлым, вы вынуждены воспроизводить это прошлое снова и снова. На востоке это называют кармой. Конечно, вы не знаете, что отождествлены с этим голосом. Ведь если бы вы знали, то уже не были бы им одержимы. Вы по-настоящему одержимы, лишь когда принимаете овладевшую вами сущность за того, кто вы есть. То есть, когда вы становитесь ею. Тысячелетиями люди становились всё более одержимы умом. Так как не могли распознать во владевшей ими сущности нечто отличное от себя. В результате полного отождествления человека со своим умом, у него возникло ложное ощущение себя, яга. Плотность яга зависит от того, насколько вы, сознание, отождествляетесь со своим умом, со своим мышлением. Мышление – это лишь крошечная составляющая всего сознания, всего того, что вы есть. Разные люди в разной степени отождествляются со своим умом. У кого-то бывают проблески свободы от этого отождествления. И как бы кратки ни были эти мгновения, ощущаемый в это время радость, живость и душевный покой вызывают чувство «жить стоит». Именно в эти моменты рождаются творчество, любовь и сострадание. Но есть и те, кто все время находятся в плену эгоического состояния. Они испытывают отчужденность от самих себя, от людей и от окружающего мира. Взглянув на них, можно увидеть напряжение на их лицах. Глубокие складки меж бровей, отсутствующий или застывший взгляд. Большая часть их внимания поглощена мыслями. Поэтому они вас по-настоящему не видят и не слушают. Они не присутствуют ни в одной ситуации, так как их внимание обращено либо в прошлое, либо в будущее, которое, конечно, существует лишь как мыслеформа в их уме. Или же они прибегают в общении с вами к какой-нибудь роли. А значит, это уже не они. Большинство людей отчуждены от своей сути, от того, кто они есть. Порой настолько, что их поведение и манера общения с другими людьми выглядят фальшивыми почти для всех, кроме тех, кто так же фальшив, как они, так же отчужден от своей сути. Отчуждение означает, что вам некомфортно в любой ситуации, в любом месте, с любым человеком, и даже с самим собой. Вы все время стремитесь домой, но никогда не чувствуете себя как дома. Некоторые из величайших писателей 20 века, Франц Кавка, Альберт Камю, Эллиот и Джеймс Джок, считали отчуждение всеобщей проблемой человеческого существования. Это то, что они ощущали в глубине себя и потому смогли блестяще выразить в своих произведениях. Они не предлагают никакого решения. Их заслуга в том, что они смогли отразить эту проблему человечества, чтобы мы могли яснее ее увидеть. Ясно увидеть свою проблему – это первый шаг к тому, чтобы ее преодолеть. Рождение эмоции Вдобавок к потоку мыслей, хотя не совсем отдельно от него, существует еще одно измерение эго – эмоции. Нельзя сказать, что все мысли и эмоции исходят от эго. Они превращаются в эго только когда вы отождествляетесь с ними, когда они вас полностью захватывают, то есть становятся вашим «я». Физический организм вашей тела обладает собственным разумом, так же, как и организм любой другой формы жизни. И этот разум реагирует на то, что говорит ваш ум, на ваши мысли. Так что эмоция – это реакция тела на ваш ум. Разум тела, конечно, неотделим от вселенского разума, как одно из его бесчисленных проявлений. Он обеспечивает временную связь между атомами и молекулами, образующими ваш физический организм. Это организующий принцип, лежащий в основе работы всех органов тела. Превращение кислорода и пищи в энергию, биение сердца, кровообращение, иммунная система, защищающая тело от внешнего вторжения, преобразование сигналов, поступающих через органы чувств, в нервные импульсы и передачи их в мозг, где нерв расшифровывается, образуя связанную внутреннюю картину внешней реальности. Все эти функции, а также тысячи других, происходящих параллельно, идеально координируются этим разумом. Вы не управляете своим телом. Им управляет разум, который также контролирует реакции организма на окружающую среду. Это справедливо для всех форм жизни. Это тот же разум, который дает растению физическую форму, а после проявляется, как рождаемый растением цветок, который утром раскрывает лепестки навстречу солнцу, а на ночь закрывает. Тот же разум проявляется, как гея, сложноорганизованное живое существо, каким является планета Земля. Этот разум запускает инстинктивные реакции организма, которыми тот отзывается на любую угрозу или сложную ситуацию. У животных он вызывает реакции, напоминающие человеческие эмоции – гнев, страх, удовольствие. Эти инстинктивные реакции могут считаться первичными формами эмоций. В определенных ситуациях инстинктивные реакции человека и животных очень схожи. Перед лицом опасности, угрожающей жизни организма, сердце начинает биться быстрее, мышцы сокращаются, а дыхание учащается. Организм готовится сразиться с угрозой или убежать. И это первобытный страх. В безвыходной ситуации внезапная вспышка мощной энергии дает телу силу, какой у него прежде не было. Это первобытный гнев. Эти инстинктивные реакции выглядят как эмоции, но, строго говоря, таковыми не являются. Главное отличие инстинктивной реакции от эмоций состоит в том, что инстинктивная реакция — это непосредственный отклик тела на внешнюю ситуацию, тогда как эмоция — это реакция и тело на мысль. Конечно, эмоция также может быть откликом на реальную ситуацию или событие, но это будет реакция на событие, воспринимаемое через фильтр умственной интерпретации. Фильтр мышления. То есть через умственные концепции хорошего и плохого. Нравится, не нравится. Я и мое. Так вы, скорее всего, не испытаете никаких эмоций, если узнаете, что у кого-то угнали машину. Но если это ваша машина, вы наверняка расстроитесь. Поразительно, как много эмоций может плодить такая маленькая умственная концепция, как мое. Хотя тело очень разумно, оно не может отличить реальную ситуацию от мысли. Оно реагирует на каждую мысль, как на реальность. Оно не знает, что это всего лишь мысль. Для тела тревожная, пугающая мысль означает «я в опасности». И оно реагирует соответствующим образом, даже если вы лежите ночью в теплой, удобной постели. Сердце начинает колотиться, мышцы сокращаются, дыхание учащается. Происходит всплеск энергии. Но так как это вымышленная опасность, то она не находит выхода. Часть ее перенаправляется в ум и рождает еще более тревожную мысль. Остальная энергия становится токсичной и нарушает гармоничную работу организма. Эмоции и эго Эго – это не только ненаблюдаемый ум, голос в голове, делающий вид, что он – это вы, но и остающиеся без внимания эмоции, которыми тело реагирует на его речь. Мы уже знаем, какого рода мыслями занят большую часть времени эгоический голос, и какая дисфункция заложена в структуре его мыслительных процессов, независимо от их содержания. Именно на это искаженное мышление тело реагирует негативными эмоциями. Голос в голове рассказывает историю, в которой тело верит и на которую реагирует. Эти реакции тела и есть эмоции. Эмоции же, в свою очередь, возвращают энергию мыслям, из которых они изначально возникли. Таков порочный круг, создаваемый неисследованными мыслями и эмоциями и порождающий эмоциональное мышление и эмоциональное сочинительство историй. Эмоциональная составляющая эго у всех разная. В одних эго она больше, в других меньше. Мысли, запускающие в теле эмоциональные реакции, порой сменяют друг друга так быстро, что прежде чем он успеет их озвучить, тело уже откликается эмоцией, которая превращается в реакцию. Такие мысли существуют на довербальном уровне. Их можно назвать невысказанными, неосознанными предположениями. Они обусловлены прошлым опытом, который человек обычно получает в раннем детстве. Людям нельзя верить. Это пример неосознанного предположения у человека, чьи изначальные отношения с людьми, с родителями или братьями и сестрами не были для него опорой и не внушали доверия. Вот самые типичные неосознанные предположения. Меня никто не уважает и не ценит. Я должен сражаться, чтобы выжить. Денег всегда не хватает. В жизни все всегда не так. Я не заслуживаю изобилия. Я недостойен любви. Неосознанные предположения вызывают в теле эмоции, которые, в свою очередь, порождают умственную активность и или мгновенной реакции. Так они создают вашу личную реальность. Голос эго постоянно нарушает естественное для тела состояние благополучия. Тело почти любого человека испытывает сильное напряжение и стресс не со стороны какого-то внешнего фактора, а исходящее изнутри, из ума. У тела есть предаток в виде эго, и оно не может не реагировать на все его искаженные мыслительные схемы. В итоге непрерывный поток навязчивых мыслей сопровождается потоком негативных эмоций. Что такое негативная эмоция? Это эмоция, токсичная для тела и нарушающая его равновесие и гармоничное функционирование. Страх, тревога, гнев, обида, печаль, ненависть или сильная антипатия, ревность, зависть. Все это нарушает нормальный ток энергии в теле, влияет на сердце, иммунную систему, пищеварение, выработку гормонов и так далее. Даже официальная медицина, хотя она еще очень мало знает о механизме действия эго, начинает признавать наличие связи между негативными эмоциональными состояниями и физическими болезнями. Эмоция, которая вредит телу, также передается людям, с которыми вы вступаете в контакт и опосредованно по цепочке заражает бесчетное множество других людей, с которыми вы вообще никак не сталкиваетесь. Для всех негативных эмоций есть одно определение. Я так несчастен. Оказывают ли положительные эмоции противоположные действия на физическое тело? Действительно ли они усиливают иммунную систему, укрепляют и исцеляют тело? Да, это так. Но следует различать положительные эмоции рождаемое эго и более глубокие эмоции, излучаемые вашим естественным состоянием связи с бытием. Положительные эмоции рождаемое эго изначально содержат в себе свою противоположность, в которую они могут быстро превратиться. Вот несколько примеров. То, что эго называет любовью, является собственническим инстинктом и болезненной привязанностью к другому человеку, которое мало за секунду превратится в ненависть. Предвкушение приближающегося события, при котором эго всегда завышает ценность будущего, легко превращается в свою противоположность, разочарование или досаду, когда это событие остается в прошлом или не оправдывает ожидания эго. Сегодня похвала и признание заставляют вас чувствовать себя бодрым и счастливым, а завтра критика или пренебрежение делают вас удрученным и несчастным. Удовольствие отбойной вечеринки оборачивается на утро тоской и похмельем. В каждой бочке меда есть ложка дегтя. Чем выше взлетишь, тем ниже упадешь. Рождаемые эго-эмоции проистекают из-за тождествления ума с внешними факторами, ни один из которых нестабилен и может в любую секунду измениться. Более же глубокие эмоции на самом деле вовсе не эмоции, а состояние бытия. Эмоции существуют в мире противоположностей, тогда как состояние бытия, хотя они и могут затуманиваться, не имеют противоположностей. Они сияют из ваших глубин, как любовь, покой и радость. Все эти грани вашей истинной природы. Утка с человеческим умом В книге «Живи сейчас» я упомянул, что мне как-то довелось наблюдать стычку двух селезней, которая никогда не бывает долгой. Схлестнувшись, они расплываются в разные стороны, несколько раз энергично хлопают крыльями, высвобождая излишек энергии, накопившись во время стычки, и потом мирно плавают, как ни в чем не бывало. Если бы у селезней был человеческий ум, он бы продолжил стычку в своих мыслях, придумывая разные истории. Одна из утиных историй могла бы звучать так. Уму непостижимо, как он мог такое сделать? Он подплыл ко мне почти вплотную. Он думает, что пруд это его собственность. У него нет уважения к моему личному пространству. Не будет ему больше никакого доверия. Он только и думает, как бы мне досадить. Что-то он выкинет в следующий раз. Наверняка он уже что-то замышляет. Я этого не потерплю. Я его так проучу, что он этого не забудет. И так далее, и тому подобное. Ум накручивает себя, выдумывая разные истории. Он будет продолжать говорить и думать об этом происшествии спустя дни, месяцы и даже годы. На уровне ума стычка все еще продолжается. И в ответ на эти мысли вырабатывается соответствующая энергия, эмоции, которые, в свою очередь, плодят новые мысли. Так формируется эмоциональное мысление эго. Понятно, как осложнилась бы жизнь селезня, обладая он человеческим умом. Но ведь большинство людей именно так и живет. Ни одна ситуация, ни одно событие фактически так и не заканчивается. Ум и его детище в виде меня и моей истории без конца продлевают им жизнь. Мы заблудший вид живых существ. Все, что есть в природе, любой цветок или дерево, любое животное, могут многому нас научить, если только мы остановимся, посмотрим и прислушаемся. Урок нашего селезня таков. Похлопайте крыльями, что означает расстаньтесь со своей историей и вернитесь в единственное место силы в настоящий момент. Ноша прошлого. Неспособность, а точнее нежелание человеческого ума отпускать прошлое, прекрасно иллюстрирует история о двух дзинских монахах Танзании и Экида. Шагая по проселочной дороге, которая после сильных дождей стала месивом грязи, они повстречали возле деревни молодую женщину, пытавшуюся перейти через дорогу. Однако грязь была столь глубока, что рискненно сделать хоть шаг и ее шелковое кимоно было бы безнадежно испорчено. Танзан, не раздумывая, подхватил женщину на руки и перенес на другую сторону дороги. Монахи молча продолжили путь. Через пять часов, когда они подходили к храму, где должны были остановиться на ночлег, Экида не выдержал. «Зачем ты перенес эту девушку через дорогу? Нам, монахам, этого делать нельзя». «Я опустил ее на землю много часов назад», ответил Танзан. «А ты все еще несешь ее». А теперь вы образите себе жизнь человека, все время живущего, как Экида, не способного или не желающего внутренне отпускать ситуации, накапливающего в себе все больше всякой всячины. И вы получите представление о том, как живет большинство людей на нашей планете. Какой же тяжкий груз прошлого они постоянно носят с собой в своем уме? Прошлое живет в вас в виде воспоминаний, однако сами они не являются проблемой. На самом деле, именно благодаря памяти мы можем учиться у прошлого, учиться на прошлых ошибках. Лишь когда воспоминания, то есть мысли о прошлом, полностью овладевают вами, они становятся бременем, становятся проблемой и превращаются в часть вашего самоощущения. И тогда ваша личность, обусловленная прошлым опытом, становится вашей тюрьмой. Вы начинаете наделять воспоминания своим самоощущением, и ваша история становится тем, кем вы себя считаете. Это маленькое «я» ничто иное, как иллюзия, заслоняющая ваше истинное «я» в невременное и бесформенное присутствие. Однако ваша история состоит не только из воспоминаний ума, но и из эмоциональной памяти, старых эмоций, которые беспрерывно воскрешаются. Подобно монаху, который пять часов несет в себе груз возмущения, питая его своими мыслями, большинство людей всю жизнь носит в себе массу ненужного багажа, как умственного, так и эмоционального. Они ограничивают себя обидами, сожалением, враждебностью и чувством вины. Их эмоциональное мышление превратилось в их «я», и они цепляются за старые эмоции, так как те укрепляют образ их личности. Из-за свойственной людям склонности навсегда сохранять в памяти старые эмоции, почти каждый человек несет в своем энергетическом поле сгусток старой эмоциональной боли, которую я называю болевым телом. Но мы можем прекратить наращивать уже имеющееся у нас болевое тело. Мы можем научиться избавляться от привычки накапливать и сохранять в памяти старые эмоции. Давайте, образно говоря, похлопаем крыльями и перестанем благостать мыслями в прошлом. Неважно, как давно это было, вчера или 30 лет назад. Мы можем научиться не воскрешать своему уме событий и ситуаций, не уходить с головой в съемки умственных фильмов, а постоянно возвращать свое внимание в действенно чистый, в невременный момент настоящего. не мысль и эмоции, а само наше присутствие станет тогда нашим личностным образом. Что бы ни случилось в прошлом, это не может помешать вам присутствовать в настоящем. А если прошлое не может помешать вам присутствовать в настоящем, тогда какая в нем сила? Ни одна негативная эмоция, которую вы не встретили лицом к лицу в момент ее возникновения и не осознали ее истинный смысл, не рассеивается полностью. Она оставляет после себя остаточную боль. Сильные негативные эмоции особенно невыносимы для детей, поэтому они стараются их не чувствовать. Если рядом нет абсолютно осознанного взрослого, который мог бы с любовью, сострадательным пониманием подвести ребенка к непосредственному восприятию эмоций, то отказ что-либо чувствовать действительно становится единственным выбором ребенка в это время. К сожалению, этот ранний защитный механизм обычно продолжает действовать и когда ребенок становится взрослым. Оставаясь неосознанной, эта эмоция продолжает жить в нем и косвенно проявлять себя как гнев, тревога, вспышки насилия, плохое настроение и даже как физическая болезнь. В некоторых случаях она мешает развитию всяких близких отношений или разрушает их. Большинство психотерапевтов сталкивались с пациентами, которые вначале заявляли, что у них было абсолютно счастливое детство, а после выяснялось, что это совсем не так. Возможно, это крайние случаи, и все же нет таких людей, которые не испытали бы в детстве эмоциональные боли. Даже если бы оба ваших родителей были просветленными, вы бы все равно росли в мире, где преобладает неосознанность. Остатки боли от каждой сильной негативной эмоции, которая не была полностью осознанно, принята и затем отпущена, соединяются вместе и образует энергетическое поле, живущее в каждой клетке вашего тела. И это не только боль, которая тянется из детства, но и болезненные эмоции, добавившиеся к ней позже, в годы отрочества и во время вашей взрослой жизни, многим из которых вы обязаны голосу эго. Если основа вашей жизни образует ложное самоощущение, эмоциональная боль всегда будет вашим неизбежным спутником. Это энергетическое поле старых, но все еще очень активных эмоций, живущих почти в каждом человеке, и есть болевое тело. Однако болевое тело не является по своей природе чисто индивидуальным. Оно вбирает в себя часть боли, которую испытывало бесчисленное множество людей на протяжении всей истории человечества. Истории бесконечных племенных войн, порабощений, изнасилований, грабежей, пыток и других форм насилия. Эта боль продолжает жить в коллективной психике человечества и ежедневно пополняется, в чем можно убедиться, посмотрев вечерний выпуск новостей или понаблюдав за драмой человеческих отношений. Возможно, коллективное болевое тело закодировано в каждом человеческом гене, хоть мы его пока там и не обнаружили. Каждый новорожденный, который приходит в этот мир, уже несет в себе эмоциональное болевое тело. У одних оно более тяжелое и плотное, чем у других. Некоторые младенцы большую часть времени вполне счастливы, другие, похоже, несут в себе огромное страдание. Это правда, что некоторые младенцы много плачут от недостатка любви и внимания, но есть и такие, что плачут без всякой видимой причины, как будто хотят сделать всех вокруг такими же несчастными, и зачастую им это удается. Они пришли в этот мир с большой ношей человеческой боли. Другие младенцы часто плачут, потому что чувствуют негативные эмоции своих матерей и отцов, и это не только причиняет им боль, но и заставляет расти их болевое тело, которое впитывает энергии родительских болевых тел. Как бы то ни было, на помере роста физического тела малыша растет и его болевое тело. Младенец с легким болевым телом не обязательно станет более духовно продвинутым, чем младенец с более плотным болевым телом. Часто бывает как раз наоборот. У людей с тяжелым болевым телом обычно больше шансов духовно пробудиться, чем у людей с относительно легким болевым телом. В то время, как некоторые так и остаются в оковах своего тяжелого болевого тела, многие достигают такой критической отметки, когда они больше не могут жить в страдании, и тогда у них появляется сильный стимул к пробуждению. Почему страдающее тело Христа, его искаженное мукой лицо и бесчисленные кровоточащие раны стали столь значимым образом в коллективном сознании человечества. Миллионы людей, особенно в средние века, не смогли бы воспринять его так близко к сердцу, если бы что-то внутри них не резонировало с этим образом, если бы они бессознательно не видели в нем внешние выражения их собственной внутренней реальности, их болевого тела. Их сознание было еще недостаточно развито, чтобы они могли распознать его в себе, но это было началом его осознания. Христа можно считать человеческим архетипом, воплощающим в себе как боль, так и возможность выхода за ее пределы. Как обновляется болевое тело? Болевое тело – это полуавтономная энергетическая форма, живущая внутри большинства людей, сотканная из эмоций сущность. У него есть свой примитивный интеллект, как у какого-нибудь хитрого животного, и нацелен он в основном на выживание. Как и всем формам жизни болевому телу нужно время от времени чем-то питаться, получать новую энергию. При этом пища, необходимая ему для восстановления сил, должна содержать энергию, совместимую с его собственной, то есть имеющую схожие частоты. Любое эмоционально болезненное переживание может служить пищей болевому телу. Вот почему оно обожает негативные мысли и драму человеческих отношений. Болевое тело это болезненное пристрастие к страданию. Когда вы впервые осознаете, что время от времени что-то вас жаждет эмоционально негативности и хочет чувствовать себя несчастным, вы можете испытать потрясение. Чтобы увидеть это в себе, требуется еще более высокая степень осознанности, чем для того, чтобы увидеть это в другом человеке. Когда вас захлестывает эмоциональное страдание, вы не только не хотите, чтобы оно кончалось, но и хотите сделать других такими же несчастными, чтобы подпитываться их негативными эмоциональными реакциями. У большинства людей болевое тело находится либо в дремлющем, либо в активном состоянии. Когда оно дремлет, вы легко забываете, что носите в себе тяжелое свинцовое облако или спящий вулкан, в зависимости от того, каким энергетическим полем обладает ваше болевое тело. Продолжительность его спячки разница от человека к человеку. Чаще всего это несколько недель, но может быть и несколько дней или несколько месяцев. В редких случаях болевое тело может оставаться в спячке долгие годы, пока его не разбудит какое-то событие. Как болевое тело питается вашими мыслями? Болевое тело просыпается от голода, когда ему нужно пополнить запасы энергии. С другой стороны, какое-то событие может разбудить его в любой момент. Когда болевое тело готово к приему пищи, оно может использовать в качестве толчка к пробуждению любой пустяк. Кто-то что-то сказал или сделал. Иногда бывает достаточно даже мысли. Если вы живете одни, или если просто в это время никого нет рядом, болевое тело будет питаться вашими мыслями. Внезапно они становятся крайне негативными. Скорее всего вы не осознаете, что перед самым приливом негативных мыслей ваш ум захлестнула волна эмоций в виде тяжелого и мрачного настроения, тревоги или жгучего гнила. Любые мысли это энергия, и сейчас болевое тело питается вашими мыслями. Однако не каждая мысль годится ему в качестве еды. Не нужно обладать особой чувствительностью, чтобы заметить, что тон позитивной мысли сильно отличается по ощущению от тон негативной мысли. Это одна и та же энергия, но только вибрирует она на разных частотах. Счастливая позитивная мысль для болевого тела несъедобна. Она может питаться только негативными мыслями, потому что только они совместимы с его собственным энергетическим полем. Все вещи это вибрирующие энергетические поля, которые движения. Стол, на котором вы сидите и книга, которую вы держите сейчас в руках, кажутся твердыми и неподвижными лишь потому, что ваши органы чувств так воспринимают их вибрационную частоту. Непрерывное движение молекул, атомов, электронов и субатомных частиц, вместе образующих все то, что вы воспринимаете как стол, книгу, дерево или тел. То, что воспринимается нами как физическая материя, является энергией, вибрирующей, движущейся в определенном диапазоне частот. Мысли состоят из той же самой энергии, вибрирующей на более высокой частоте, чем материя. Вот почему их нельзя не увидеть, не потрогать. Мысли имеют свой диапазон частот. При этом негативные мысли находятся в нижней его части, а позитивные в верхней. Вибрационная частота болевого тела резонирует только с негативными мыслями, поэтому оно может питаться только ими. В случае с болевым телом обычная схема, когда мысль рождает эмоцию, меняется на противоположную, во всяком случае в начале. Эмоции, исходящие из болевого тела, быстро подчиняют ваши мысли своему контролю, и как только ум оказывается во власти болевого тела, они становятся негативными. Голос в вашей голове начинает рассказывать грустные, тревожные или гневные истории о вас и вашей жизни, о других людях, о прошлом и будущем или о воображаемых событиях. Голос обвиняет, осуждает, жалуется, выдумывает. и вы полностью отождествляетесь со всем, что он говорит, верите всем его искаженным мыслям. В этот момент у вас начинает развиваться болезненная привязанность к страданиям. Вы не то, что не можете остановить поток негативных мыслей, а скорее не хотите это сделать. А все потому, что в это время болевое тело живет за ваш счет, делая вид, что оно это вы. Боль для болевого тела это удовольствие. Оно с жадностью пожирает каждую негативную мысль. Обычный голос в вашей голове стал голосом болевого тела. И это он ведет теперь ваш внутренний диалог. Между болевым телом и мышлением образуется порочный круг. Каждая мысль питает болевое тело, а болевое тело в свою очередь платит все больше мыслей. В какой-то момент через несколько часов или даже дней болевое тело насыщается и вновь впадает в спячку, оставляя после себя истощенный организм и тело, ставшее куда более восприимчивым к болезням. Если все это похоже на портрет психического паразита, вы абсолютно правы. Болевое тело и есть тот самый паразит. Как болевое тело питается драмой? Если рядом есть другие люди, желательно ваш самый близкий человек или же близкий член семьи, болевое тело попытается их спровоцировать. Образно говоря, понажимать на их чувствительные точки, чтобы потом насытиться разыгравшейся драмой. Болевые тела любят близкие отношения и семьи, потому что именно здесь они добывают большую часть своей пищи. Трудно сопротивляться болевому телу другого человека, вынуждающему вас реагировать на него. Оно инстинктивно знает ваши самые слабые и уязвимые места. Не пробив вас с первого раза, оно будет повторять свои попытки снова и снова. Старые эмоции нуждаются в подпитке новыми эмоциями. Болевое тело другого человека хочет разбудить ваше болевое тело, чтобы вместе не могли подзаряжать друг друга энергией. В отношениях многих людей регулярно возникают бурные разрушительные эпизоды с участием их болевых тел. Для маленького ребенка быть свидетелем эмоционального насилия болевых тел его родителей почти невыносимо. И однако же это судьба миллионов детей во всем мире, кошмар их повседневного существования. Это также один из главных путей передачи человеческого болевого тела из поколения в поколение. После каждого инцидента партнеры мирятся и наступает период относительного мира в том усеченном виде в каком это приемлеме тега. Злоупотребление алкоголем часто пробуждает болевое тело, особенно у мужчин, но также и у некоторых женщин. В состоянии опьянения личность человека кардинально меняется, так как им завладевает болевое тело. Глубоко неосознанный человек, чье болевое тело привыкло питаться физическим насилием, часто направляет его на жену или детей. Протрезвев, он искренне раскаивается и обещает никогда больше этого не делать. Однако человек, который говорит эти слова и дает обещание, это не та же самая сущность, которая совершает насилие. Поэтому оно будет повторяться снова и снова, если только этот человек не войдет в состояние присутствия, не осознает в себе болевое тело и не разотражится с ним. В некоторых случаях ему могут помочь в этом консультация специалисты. Большинство болевых тел хотят и причинять, испытывать боль. Но есть и те, что предпочитают быть либо преступником, либо жертвой. Как бы то ни было, все они питаются насилием, эмоциональным или физическим. Некоторые пары считают себя влюбленными, в действительности испытывают взаимное притяжение потому, что их болевые тела дополняют друг друга. Иногда роли преступника и жертвы четко распределяются уже при первой встрече. Некоторые браки, заключаемые, как принято считать, на небесах, на самом деле были заключены в аду. Если у вас когда-нибудь была кошка, вам должно быть известно, что даже когда она выглядит спящей, она все равно знает, что происходит вокруг. Потому что при малейшем необычном шуме ее уши поворачиваются в ту сторону, а глаза могут чуть переоткрыться. Дремлющие болевые тела ведут себя точно так же. На каком-то уровне они продолжают бодрствовать и готовы в любой момент включиться в действие в ответ на подходящий стимул. В близких отношениях болевые тела, как правило, достаточно умные, чтобы вести себя тихо, пока вы не станете вместе жить и в идеале не подпишете контракт, обязывающий вас оставаться с этим человеком до конца своих дней. Вы не просто женитесь или выходите замуж. Вы вступаете в брак с болевым телом вашего жениха или невесты, и они делают то же самое. Вы можете испытать сильнейший шок, когда вскоре после того, как вы начнете жить вместе или сразу после медового месяца, вы вдруг обнаружите в своем партнере полную перемену личности. Ее голос становится визгливым или грубым, когда она начинает обвинять вас, попрекать или кричать на вас из-за каких-то пустяков. Или же она полностью замыкается в себе. «Что-то не так?» спрашиваете вы. «Да нет, все нормально», отвечает она. Но сильная враждебная энергия, излучаемая ею, говорит вам, все не так. Глядя в ее глаза, вы больше не видите света, как если бы опустилась тяжелая завеса, и того существа, которое вы знаете и любите, и которое просвечивало сквозь ее эго, стало совсем не видно. Кажется, что на вас смотрит совсем чужая женщина, и в ее глазах пылает ненависть, враждебность, горечь или гнев. Когда она обращается к вам, это уже не ваша жена или подруга. Ее устами говорит болевое тело. Что бы она ни говорила, это будет версией реальности ее болевого тела. Реальности, полностью искаженной страхом, враждебностью, гневом, и желанием причинять и испытывать все больше боли. В этот момент вы можете подумать, а вдруг это и есть ее настоящее лицо, которое я раньше никогда не видел. А вдруг я совершил ужасную ошибку, выбрав этого человека. Конечно, это не ее настоящее лицо, а просто болевое тело, которое временно ее овладел. Найти партнера, у которого не было бы болевого тела, очень трудно, но, пожалуй, разумнее будет выбрать того, у кого оно не слишком плотное. Плотные болевые тела. Некоторые люди носят в себе плотные болевые тела, которые никогда по-настоящему не дремлют. Такие люди могут улыбаться и поддерживать учтивую беседу, однако не надо быть экстрасенсом, чтобы почувствовать сгусток болезненных эмоций, который залегает в них прямо у поверхности и ждет, на что бы такой среагировать, кого бы еще обвинить, с кем бы еще поконфликтовать и какой бы найти повод, чтобы почувствовать себя несчастным. Их болевые тела никак не могут насытиться. Они всегда голодны. Они усиливают потребность ягова в рогах. Их реактивность такова, что относительно мелкие проблемы раздаваются до совершенно нелепых размеров, когда они пытаются втянуть свою драму окружающих, вынуждая их реагировать. Некоторые ввязываются в долгие и в конечном счете бессмысленные битвы или судебное разбирательство с организациями и частными лицами. Других пожирает маниакальная ненависть к бывшим супругам или спутникам жизни. Не зная о боли, которую они в себе носят, они проецируют ее своими реакциями на все события и ситуации. Из-за полного отсутствия самосознания они не могут отличить события от своей реакции на него. Страдание и даже сама боль для них это где-то там, снаружи, в событии или ситуации. Не осознавая своего внутреннего состояния, они даже не знают, что глубоко несчастны, что страдают. Иногда люди с такими плотными болевыми телами становятся активистами, сражающимися за право и дело. Это дело может быть вполне достойным и на первых порах им многое удается. Однако негативная энергия, питающая все, что они говорят и делают, а также их неосознанная потребность во врагах и конфликтах, нередко порождает все большее сопротивление их дел. Обычно они кончают тему, что наживают себе врагов в своей же собственной организации. Потому что куда бы они ни шли, они везде находят повод для недовольства. Болевое тело всегда находит то, что ищет. Развлечения средства массовой информации и болевое тело. Если бы вы были незнакомы с нашей современной цивилизацией, а попали сюда из другой эпохи или другой планеты, то в числе прочего вас бы поразило следующее. Миллионы людей любят смотреть, как люди убивают друг друга и причиняют друг другу боль. И даже платят за это деньги, называя это развлечением. Почему фильмы со сценами насилия собирают такие большие аудитории? Существует целая индустрия, питающая нездоровые пристрастии людей к страданиям. Очевидно, люди смотрят эти фильмы, так как хотят, чтобы им было плохо. А что в людях любят чувствовать себя плохо и говорить, что это хорошо? Конечно, болевое тело. Огромная часть индустрии развлечений обслуживает именно его. болевое Таким образом, помимо реактивности, негативных мыслей и личных драм, болевое тело обновляет себя посредованно через кино и телеэкран. Одни болевые тела создают эти фильмы, другие платят, чтобы их смотреть. Всегда ли плохо показывать и смотреть насилие на теле и киноэкране? Всегда ли такое насилие потворствует болевому телу? На современной стадии развития человечества насилие по-прежнему не только вездесущее, но и продолжает расти, в то время как старое эгоическое сознание, подкрепленное коллективным болевым телом, усиливается в преддверии своей неминуемой гибели. Если фильмы показывают насилие в более широком контексте, если они показывают его причины и следствия, а также что оно делает из жертвы и с преступником, показывают лежащую в его основе коллективную бессознательность, передаваемую из поколения в поколение, гнев и ненависть, которые живут в людях в виде болевого тела, тогда эти фильмы могут сыграть жизненно важную роль в пробуждении человечества. Они могут стать зеркалом, в котором человечество увидит собственное безумие. То у вас, что осознает безумие, как безумие, даже если это касается вас самих, есть здравомыслие, есть пробуждающаяся осознанность и конец безумия. Такие фильмы есть, и они не питают болевое тело. Некоторые из лучших антивоенных фильмов показывают именно реальность войны, а не ее парадную сторону. Болевое тело может питаться только такими фильмами, в которых насилие подается как нормальное и даже похвальное человеческое поведение, или теми, которые прославляют насилие с единственной целью – вызвать зрителю негативные эмоции и подсадить его на иглу болевого тела, испытывающего наркотическую привязанность к боли. Бульварная пресса продает не столько новости, сколько негативные эмоции, пищу для болевого тела. Позор в опять гигантские буквы заголовков. Ублюдки. Британской желтой прессе это удается лучше всех. Там знают, что негативные эмоции продадут намного больше газет, чем сами новости. Новостные СМИ, включая телевидение, вообще склонны к тому, чтобы делать бизнес на негативных новостях. Чем хуже все складывается, тем возбужденнее становятся ведущие. И часто это негативное возбуждение подогревается самими СМИ. Болевые тела все это просто обожают. Коллективное болевое тело женщин. В коллективном измерении болевого тела есть разные слои. У племен наций рас есть свои собственные коллективные болевые тела, некоторые из которых тяжелее других. И большинство людей племени, наций или расы в той или иной степени носят его в себе. Почти в каждой женщине есть доля коллективного женского болевого тела, которое особенно активизируется перед самым началом менструации. В это время многих женщин захлестывает волна сильных негативных эмоций. Подавление женского начала, особенно в последние две тысячи лет, позволило эго безраздельно воцариться в коллективной человеческой психике. Конечно, эго есть и у женщин, однако в мужской форме оно укореняется и растет гораздо легче, чем у женской. Просто потому, что женщины меньше отрежествляются со своим умом. У них сильнее связь с их внутренним телом и разумом организма, где находится источник интуитивных способностей. Женская форма не заключена в такой же жесткий панцирь, как мужская. Она более открыта и восприимчива к другим формам жизни, более созвучна природному миру. Если бы равновесие между мужской и женской энергиями на нашей планете не было нарушено, рост эго был бы сильно ограничен. Мы бы не объявляли войну природе и не были бы настолько чуждены от бытия. Никто не знает точной цифры, потому что никаких записей на эту тему не велось, но можно с большой степенью уверенности сказать, что за 300 лет Святой Инквизиции, организации, основанной Римской Католической Церковью для подавления ереси, было замучено и убито от 3 до 5 миллионов женщин. Наряду с Холокостом это бесспорно одна из самых мрачных глав в истории человечества. Если женщина проявляла любовь к животным, гуляла одна в лесу или в поле и забирала лечебные травы, этого было достаточно, чтобы назвать ее ведьмой, подвергнуть пыткам и сжечь на костре. Святое женское начало было объявлено демоническим и целое измерение во многом исчезло из человеческого опыта. Другие культуры и религии, такие как иудаизм, ислам и даже буддизм, также подавляли женское измерение, хотя не столь жестоко. Статус женщины был неизведен до такого уровня, когда ей полагалось лишь вынашивать и рожать детей и быть собственностью мужчины. Миром, утратившим всякое равновесие, стали править мужчины, подавлявшие женское начало даже в самих себе. Остальное принадлежит истории, а точнее истории болезни и безумия. Кто в ответе за этот страх перед женским началом, который иначе как острый коллективный паранойи и не назовешь. Можно было бы сказать, ну, конечно, мужчины. Но почему тогда во многих дохристианских цивилизациях, таких как шумерская, египетская и киртская, женщины уважали, а женского принципа не только не боялись, а наоборот почитали его? Что заставило мужчин вдруг почувствовать, что женщин им угрожает? Их развивающаяся эко. Оно знало, что может восстановить над нашей планетой полный контроль только с помощью мужской формы, а для этого надо было лишить женщину сил. Со временем Ага подчинила себе и большинству женщин, хотя в них она так и не смогла укорениться так же глубоко, как в мужчинах. Сейчас мы оказались в ситуации, когда подавление женского начала стало внутренним, даже у большинства женщин. В таком подавленном состоянии святое женское начало воспринимается многими женщинами как эмоциональная боль. Она стала частью их болевого тела вместе с болью, которую причиняли женщинам роды, изнасилования, рабства, пытки и насильственная смерть, и которая накапливалась в них тысячелетиями. Но сейчас все быстро меняется. По мере того, как многие люди становятся более осознанными, эго теряет власть над человеческим умом. А поскольку в женщине эго укоренилось не так глубоко, оно теряет над ними власть быстрее, чем над мужчинами. Национальное и расовое тело боли. У некоторых стран, чьи жители многократно испытывали на себе акты коллективного насилия или же сами их совершали, коллективные болевые тела тяжелее, чем у других. Вот почему болевые тела более старых наций, как правило сильнее. По этой же причине более молодые страны, такие как Канада и Австралия, или страны, которые оставались более защищенными от окружающего безумия, такие как Швейцария, обычно имеют более легкие коллективные болевые тела. Хотя конечно и в этих странах у людей есть личные болевые тела, с которыми им приходится справляться. Если вы достаточно чувствительны, то едва сойдя с самолета, можете почувствовать тяжесть в энергетическом поле некоторых стран. В других странах скрытое насилие таится прямо за фасадом повседневной жизни. У некоторых наций, например, на Ближнем Востоке, коллективное болевое тело так воспалено, что значительная часть населения вынуждена воплощать его в бесконечном и безумном цикле преступлений и возмездий, с помощью которого болевое тело постоянно себя обновляет. В странах с тяжелым, но уже не таким острым болевым телом многие люди пытаются ослабить свою чувствительность к коллективной эмоциональной боли. В Германии и Японии с помощью работы, а в некоторых других странах с помощью повального увлечения алкоголем, который, впрочем, при чрезмерном употреблении может оказывать обратное действие и стимулировать болевое тело. Тяжесть болевого тела Китая в какой-то степени облегчается широким распространением практики тайцзы, удивительным образом не попавшей под запрет, несмотря на то, что коммунистическое правительство видит угрозу во всем, что не подвластно его контролю. Каждый день на улицах и в городских парках миллионы людей занимаются этой медитацией в движении, которая успокаивает ум. Это заметно влияет на коллективное энергетическое поле и в какой-то степени уменьшает болевое тело, так как снижает умственную активность и генерирует присутствие. Духовные практики, задействующие физическое тело, такие как тайцзы, цигун и йога, также получают все больше признания в западном мире. Они не создают разграничений между телом и духом и помогают ослабить болевое тело. Они сыграют важную роль в глобальном пробуждении. Коллективное расовое болевое тело сильно выраженного еврейского народа, веками подвергавшегося преследованиям. Не менее сильное оно и укорены жители Америки. Что неудивительно в свете того, что их численность сократилась в десятки раз, а культура была почти полностью уничтожена европейскими поселенцами. Сильно выражено коллективное болевое тело и у чернокожих американцев. Их предков силы вывезли из родных мест, принудили к повиновению и продали в рабство. Основа американского экономического процветания была заложена трудом четырех-пяти миллионов чернокожих рабов. При этом страдания, причиненные коренным и чернокожим американцам, оставили свой след не только в этих двух расах, но и стали частью коллективного американского болевого тела. Последствия любых актов насилия, угнетения и жестокости всегда ложатся временем и на жертву, и на преступника, ибо что вы делаете с другими, вы делаете и с самим собой. В общем-то не важно, какая доля вашего болевого тела принадлежит вашей нации или расе, а какая лично вам. В любом случае, выйти за его пределы, можно лишь приняв на себя ответственность за свое внутреннее состояние прямо сейчас. Даже если обвинения кажутся вам более чем оправданными, обвиняя других, вы питаете болевое тело своими мыслями и остаетесь в плену эго. Единственная сущность, вержащая зло на земле, это человеческая неосознанность. Осознание этого есть истинное прощение. Когда вы прощаете, образ жертвы растворяется и проявляется ваша истинная сила, сила присутствия. Вместо того, чтобы обвинять тьму,